Доллар вырос в пятницу после того, как отчет о рабочих местах в США за март показал, что результаты роста были лучше, чем ожидалось, а давление на заработную плату оказалось умеренным. Частный сектор США увеличился на 196 тысяч рабочих мест. Реакция доллара была относительно мягкой. После первоначального падения он возобновил рост. Индекс доллара по отношению к шести основным валютам вырос на 0,1% в пятницу до 97402 пункта. Индекс практически не изменился за неделю. Инвесторы ожидают информацию по ставкам для дальнейших подсказок о политике Федеральной резервной системы. Торговые переговоры между США и Китаем также находятся в центре внимания, поскольку инвесторы надеются, что соглашение может устранить некоторые существенные препятствия для глобального экономического роста. Самой слабой валютой среди основных валют в пятницу оказался британский фунт. После достижения суточного максимума на уровне 1.3123 против доллара фунт упал до психологического уровня 1.30 из-за продолжающейся неопределенности по вопросу выхода Великобритании из Европейского Союза. Фунт закрыл недельные торги на отметке 1.3029 без изменений по сравнению с отметкой 1.3033, отмеченной 29 марта. Между тем, на большинстве рынков криптовалюты отмечена положительная динамика в конце прошлой недели, во многом благодаря прорыву биткоина. Биткоин, цена которого более четырех месяцев застряла ниже отметки 4 тысячи долларов, стремительно вырос во вторник, подорожав более чем на 800 долларов за пару часов во время азиатских торгов. Самый популярный криптоактив даже взлетел до уровня в 5 тысяч долларов. Отраслевые наблюдатели обратили внимание на анонимную единичную транзакцию стоимостью более 100 миллионов долларов и отметили ее в качестве катализатора технического всплеска цены, который продолжился на следующий день. Однако активы по-прежнему имеют возможность столкнуться с потенциально сложной областью примерно между отметками 5.775 и 6.900 долларов. На сырьевом рынке цены на нефть поднялись более чем на 1% в пятницу на бычьих данных по занятости в США, которые умерили опасения по поводу снижения мирового спроса на нефть и ожиданий, что эскалация конфликта в Ливии может подорвать поставки нефти. Цены на американскую нефтяную марку WTI закрепились выше уровня 63 доллара 11 центов за баррель, поднявшись на 1,6% до нового пятимесячного максимума. WTI показала недельный рост на 4,9%, продолжая рост пятую неделю подряд. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,4% до 70 долларов за баррель, зафиксировав первое значение выше 70 долларов за пять месяцев. Brent закрыл неделю с повышением на 2,9%. В то же время стоимость золота упала в пятницу, когда инвесторы Уолл-стрит приветствовали данные, указывающие на возобновление роста рабочих мест в США. Однако золото подешевело незначительно. Его цена снизилась до 1289 долларов 61 цента за унцию в пятницу, достигнув накануне самого низкого уровня с 25 января – 1280 долларов 59 центов. За неделю цена на драгметал упала примерно на 0,1%. Цена фьючерсов на золото в США выросла до 1295 долларов 60 центов за унцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова